Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил Лазутин. Мы находимся на Пушкинской станции метро. Сейчас будем проводить рейд против курения, распития алкоголя, призывать людей. Не мешать другим людям табачным дымом, не нарушать общественный порядок и законодательство Российской Федерации. Поехали! Здесь курение у метро запрещено. Здесь курение у метро запрещено. Вы прям вышли из метро и закурили у входа как-то. Зависимость, да? Хочется быстрее тягу сделать. Бросайте курить. Здравствуйте. Будьте добры, пожалуйста, сигаретку тушите, либо отойдите подальше у метро. На каком основании запрещено? Смысл на каком основании. На основании законодательства Российской Федерации. Не надо бы длить и хамить. Не надо бы длить и хамить. Вас попросили другим людям не мешать. Задиваться только что мама с ребенком попросила. Что вы делаете? Чтобы защищать людей, которым вы мешаете. Вы в интернет выкладываете? Что захотим, сделаем. Я понял, деньги зарабатываете? Что захотим, сделаем. Вы можете нашу просьбу, пожалуйста, услышать? Да, я услышу. Отойти, пожалуйста, подальше от метро. Чтобы на проходе у людей не провоцируете. Вы провоцируете людей тем, что мешаете на проходе. Я сотрудники провокативных органов, кто этим занимается. Вы с тем мы ушли. Я говорю, вы провоцируете. Люди, которые на проходе закуривают. Вот если есть не курящие люди, зачем вы им мешаете? Вы что, вы провоцируете людей? Вы ко мне подошли. Мы с другом заходим в метро, вы мешаете. Вы не отреагируете, да, на просьбу? Только сотрудников полиции вы слушаете, а обычных людей не слушаете. Обычно люди без камеры разговаривают. Так вы начинаете хамить, бодлить. Мало ли что вы сделаете. Чтобы потом не врали, что якобы кто-то прав был, кто-то не прав. Чтобы вам подошли, вежливо просьбу сделали. Вы говорите, не, мне плевать, я дальше буду курить. Ребят, вежливо приходит без камеры, бля, ты просит. А ты зашел из-за угла с камерой, бля, давай снимать шум. Кем это установлено, что без камеры это вежливо? Это этикет. Человеческими отношениями. Это этикет. А, это вы про этикет, про человеческие отношения, раз это вам вежливо я подошел. Я говорю, вы знаете, чем вы занимаетесь? В правовом государстве в 21 веке говорите, что без камеры. Но у вас нет, у меня есть. Вот я лично пытаюсь так. И для вас камера это значит невежливо. Хороший вам вечер, на будущее не бодлить. Вот идет ребенок, например, прям где два этих мужчины стояли, курили. В этом месте проходит ребенок. Вот заходит в метро. Прям в этом месте, где они стояли, курили. Но при этом они умудряются говорить, что мы провоцируем. Вежливой просьбой не мешать детям. Вот этой их вонючей сигаретой, табачно-никотиново-наркотической, не мешать, не травить детей, хотя бы детей. И уже о будущем задумайтесь. Если вам плевать на взрослых людей, которые не курят, хотя бы о детях подумайте. Ну, морально-нравственная составляющая хоть какая-то должна быть. Если на закон плевать, они говорят, у нас не правовое государство. Вот. То есть для них с камерой подойти, это ненормально. А то, что они стоят, курят на проходе у некурящих людей, детей травят, это пофиг. Про это у них такое возбуждение не вызывает какой-то негатив. Здравствуйте. Будьте добры, пожалуйста, у метро не курите. Здесь люди заходят, в том числе и дети. Это не пепельница, это мусорка для мусора. Если мусорка стоит, это не значит, что это пепельница. Будьте добры, от метро отойдите, пожалуйста, подальше. Потому что административное правонарушение совершаете. По законодательству Российской Федерации не нужно согласия. Нет, в смысле? Не нужно. В общественном месте, если человек нарушает, не нужно. Подушите, пожалуйста, сигарету, здесь курение запрещено. Не надо дальше затягиваться. На будущее думайте о других людях, не травите их. Hustle.rf – это магазин качественной одежды по самым приятным ценам. В ассортименте большой выбор зимней обуви и курток. На сайте реальные отзывы покупателей. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка помогут подобрать правильный размер. У ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Только для моих подписчиков действует промокод LEV на скидку 30% и крутой подарок. Ссылка внизу под видео. Заказывай зимнюю одежду для себя и своих близких. Не травите их. Здравствуйте. Будьте добры, пожалуйста, здесь курение запрещено, мимо вас люди проходят. Потушите, пожалуйста. Зачем так урна оставить? Ну, для мусора урна. Это же не значит, что здесь курить нужно. Здесь люди от метро к метро заходят, проходят. Дети в том числе. Если где-нибудь написано, табличка стоит в базаре. Выброшу выкину. Табличка – это люди. Должны быть замест таблички понимание того, что люди проходят. Подожди, подожди. Сначала табличку покажи, где написано то, что уважаемые люди, уважаемые гости. Я же объясняю, она в голове должна быть написана. Почему? Потому что культура, культура граждан. Я знаю все это, брат. Да, вот если проходят женщины, дети из уважения к женщинам, к детям, нужно не курить у них на проходе. Это важнее, чем табличка. Мы же не табличку охраняем, а здоровье людей не курящих. Если у тебя есть вредная привычка, чтобы ты других не травил. Смотри, все курят. Мы ко всем подходим, призываем. Это моя воля. Захочу выкушать. Нет, твоя воля дома. Когда ты в общественном месте находишься, ты уже другим навязываешь. Смотри. Мы живем в Российской Федерации, да? Здесь каждый человек может делать все, что он захочет. Нет, не все, что он захочет. В делах закона. Правильно? В делах закона. Я ничего не нарушаю? Федеральный закон номер 15 гласит, что ты не имеешь права здесь в табачном дыре, но других граждан. Я к нему кому-то подхожу? Права даны гражданам? Нет, я в лицо дую. Свободно, чтобы дышать воздухом. Проходят люди. Вот мне даже замечание человек сделал, что вы стоите, ему мешаете. Мы из-за этого подошли. Вот только что мужчина подошел нам, сказал, на проход. Вот он испугался, я подошел. Иногда подойдешь, знаешь, замечание сделаешь, люди хамить начинают, еще агрессировать. Нет, подожди. Я тоже против этого, но... Нет, ты не против, ты не против. Пускай табличку поставят. Ты тот, кто детям показывает пример курить. Я им говорю, что я им даю себе... Ты показываешь. Говорить не обязательно, важнее показать. А от родителей зависит. От всех зависит. От всех зависит. От всех зависит. Но если им родители дома говорят, что это плохо, а потом они на улице видят кучу людей, которые курят, они с них могут пример взять. Пацаны стоят, курят, ну, значит, это нормально. Это плохой пример детям, понимаешь? Я это все понимаю, но... Все, призываю вас бросать курить. Хорошего вам вечера. Ну, я понимаю, я понимаю. Мое право. Я умею право. Да, у них право свободным воздухом дышать. Я им не мешаю. Мешаешь. Как мешаешь? Как не мешаешь, если у нас даже закон из-за этого придумали. Закон даже из-за этого придумали. Потому что мешают табачным дымом другим гражданам. Не покажи вот этот закон, где написано. Вот так вот так вот. Федеральный закон номер 15. Ты не покажи сначала. Он называется «От воздействия табачного дыма защита граждан». Ну, а ты что ко мне, покорщик, говоришь насчет этого? А ты ко мне говоришь? Подойди им тоже. Ты мне туда подожди? Ты мне туда подожди? Я везу. Сейчас тебе подожди. Я все везу. Делайте нормальные вещи, не такие. Это нормальные, самые нормальные вещи. Да, борьба с этим. Подходим, подходим. Когда видел? Детские дома ездили, помогали. Подожди. Поживые помогали. Люди, которые сейчас на улице сидят. Постоянно я вижу, здесь мужики сидят на улице. Ну, и что ты куришь, тогда стоишь? Кто потратил, а не бедным помог? Что ты предъявляешь кому-то и кому помочь? А что ты предъявляешь ему помочь? Ты стоишь вообще на отраву, деньги потратил. Иди помоги бедным. А твое дело, кому он помог? Что ты предъявляешь человеку? Ты предъявлять начал моему другу. Ты не знаешь, что он делал в своей жизни. Ну и кури дальше, травись. Если тебе плевать на других, трави дальше. Ты некрасиво сейчас поступаешь. Человеку начинаешь предъявлять, кому ему помогать. этого права, которого он не делает. Это не твое право, это его личное дело. Это его личное дело. Он помогает людям и при этом на отраву денег не тратит. Ты начал говорить, ты иди помогите им. Красивые слова просто накидывайте. Я не говорю то, чтобы он не шел помог. Я не говорю насчет этого. Ты знаешь, сколько курящие люди денег тратят на эту отраву? Вы могли этими деньгами детям помочь? Вы могли детям помочь. Понимаешь это? Это не твое дело. Всей страны дело. Когда у нас люди травят на табачную мафию, табачную мафию кучу денег, а в этот момент сироты где-то бедствуют. Ты лучше бы им помог. Сначала закройте лавки. Нет, ты бросай хурить, и эти деньги вместо сигарет помоги бедным. Сначала закройте сначала вот это. Так это ты мне должен помочь, я один не могу закрыть. Ты же спальсируешь эти лавки, так пересадь их спальсировать. А что нам делать тогда? Жить поздравлю. Тради деньги на благотворительность, что же ты говорю. Поистине жить, вот что делать надо. Ну все, не покупай сигарет, помогай бездомным. И лавку не спонсирует табачную. Сначала закройте вот это. А, то есть пока она не закрыта, ты ее будешь спонсировать, да? Нету. Потому что зависимость, понял, мания зависимость. У меня труд вкладываешь туда. Я только. Все так делают. Кто труд, который ты тратишь? Кто все так делают? Деньги туда делают. Вот я так не делаю. Это ты не делаешь. Я им не приношу деньги. Люди, которые курят, просто не делают это. Ну я понял, я говорю, вы плохо делаете. Вы плохо делаете нашей стране, нашему обществу, нашему будущему, нашим детям. Вот я это и говорю. Дай бог, чтобы вы задумались о том, что нужно лучшее что-то делать, благое дело. А не просто курить стоять и потом говорить человеку, что он должен бедным помочь. Я на счет этого говорю, что ты ко мне придешь, проход подходит. Ну я сказал бы, а один раз так поняли. Так мы сказали, вы стоите нам теперь, говорите, кому подойти. Если они вот тут встанут на проходе к метро, я к ним подойду, они в сторону отошли, стоят, отвернувшись от людей. Это они хотя бы чуть-чуть подумали о других. Вы же вообще прямо на проходе встали. Вот женщина идет, если она не курит, вы ее обкуриваете, ей неприятно. Это же обычные вещи, как 2 плюс 2, 4. Это с вами бесполезно, с зависимостью людьми. Вам подсадили на крючок табачная мафия, чтобы вы курили, и вот теперь спорить бесполезно. Вам внушили, что вы должны им деньги приносить и свое здоровье губить от других. Будьте добры, пожалуйста, сигареты потушите, здесь люди мимо вас проходят, общественное место. Смотрите, мимо вас инвалиды идут. Вы можете не мешать, но по телефону... Вы мешаете людям. Я вам не мешаю. Вы дымите, мимо вас инвалид идет. Он чисто физически должен мимо вас пройти в метро. Вы нас слышите? Вы правила нарушаете сейчас, установленные в обществе. Или сотрудник в полицию позвать, чтобы вам протокол составить. А просьбу обычно не можете услышать. Вас вежливо попросили. Плевать, плевать, что инвалиды мимо проходят. Плевать, ему главное докурить. Вот главное эти... Затяжечки в тяжечки сделать до последней. Понимаешь? А просьба людей это вообще ничто для них. Для вот таких, кто не тушит, дальше продолжают нарушать. Да ладно, снимай. Мы тебе еще раз, да, нарушили в зоометропле? Да? Сейчас я вам сделаю замечание. Здравствуйте, старший доншер. А что, вам замечание было? Он у мусорки прям стоял, вот на выходе. Даже метра нету там. Сейчас вы обманываете сотрудников полиции? Нет, не обманываю. Я на данный момент вам замечание делаю. Если еще раз обратятся, я буду вынужден с вами покупать. Без проблем. Спасибо. Пойдем, Ром. Продолжение следует...